В Думе Сургутского района прошла первая корректировка бюджета. Весенняя корректировка, принятая депутатами, увеличила объем районной казны на 256 миллионов 400 тысяч рублей в связи с неналоговыми и безвозмездными поступлениями. В связи с появившимися возможностями, народные избранники направили эти средства на такие сферы, как ЖКХ, культура и спорт. Думский зал при корректировке бюджета впервые был пустым. Из-за карантинных мер против коронавируса депутаты районной думы корректировали местную казну на удаленке. Особой проблемы в этом нет, по мнению народных избранников. Проработка документов продуктивна и в таком формате. Изучить материалы, пояснительные записки, заключение контрольно-счетной палаты с помощью современных коммуникативных средств не представляет особой сложности. Это первый для нас опыт. Поэтому, конечно, когда в очной форме лучше и с коллегами общаешься, можешь обсудить и конкретно представителям структурных подразделений администрации вопрос конкретный задать. Ну а сейчас получается все на дистанционном уровне. Все изучаем, участвуем. Первый раз надеемся, что скоро отменят, и мы сможем все-таки встретиться. Депутаты приняли 16 проектов. Главным вопросом повестки был финансовый. Казна района пополнилась больше, чем на четверть миллиарда рублей. Основными источниками дополнительных доходов стали налоговые поступления, а также перечисления из вышестоящих бюджетов. Народные избранники решили потратить эти деньги на сферы культуры, спорта и ЖКХ. На коммуналку больше средств получат несколько поселений, в частности, поселок Белый Яр. На новый микрорайон в Белый Ярском, тоже на инженерные сети, более 145 миллионов, это район гидрономыва. Также на ремонт конвенционных коллекторов в таких поселениях, как Федоровский, Лентор, Белый Ярский. Депутаты также выделили средства на завершение строительства очистных сооружений в Локосово. Объект планируется сдать в этом году. Что касается направлений спорта и культуры, дополнительные деньги пойдут на возведение второй очереди спортивно-досугового центра в Белом Яру и на новые хоккейные корты в Барсово и Угути. Увеличено финансирование и программы по созданию в поселениях комфортной городской среды. Ну и, конечно же, это благоустройство. Благоустройство у нас продолжается такими же темпами. Это и Русскинская, высокие мыцы. Во многих поселениях ведется благоустройство солнечной, поэтому туда тоже направлено средства. Кроме того, народные избранники утвердили порядок одного из видов финансовой поддержки поселений. Речь о целевых субсидиях из бюджета района на конкретные траты. Суть нововведения в том, что власти населенного пункта, как и раньше, могут попросить денег, к примеру, на покупку мусорных контейнеров. Но теперь потратить субсидию можно только на то, на что она предоставлялась, а перенаправить на другие нужды нельзя. Таким образом, районное руководство намерено стимулировать чиновников на местах к целевому использованию средств казны. Если потребность в финансах этого рода у поселений отсутствует, то деньги подлежат возврату в бюджет района. А в случае, если поселениями допущены нарушения обязательств, предусмотренные соглашения, и указанные нарушения не устранены, средства также должны вернуться в бюджет Сухусского района. В связи с карантином сейчас также отменены выезды районных депутатов в поселения. Но работая на удаленке, они принимают обращения граждан с помощью интернета и других видов связи и решают прочие текущие вопросы. Финальное в этом сезоне заседание Думы запланировано на июнь. Народные избранники рассчитывают, что к тому времени ограничения из-за коронавируса будут отменены, и это даст им возможность собраться в Думском зале перед уходом на летние каникулы.